Критик Я и сам брат не пью, да тут нашему брату актеру скидка почти полцены Не хочешь, так выпьешь, пойдем Приятели подходят к буфету и выпивают Нагляделся я на ваши театры Хорошей, нечего сказать Ворчит благородный отец, сардонически улыбаясь Мерси, не ожидал А еще тоже столица, центр искусства Клядеть стыдно В Александринке был, спрашивает газетчик Благородный отец презрительно машет рукой и ухвыляется Малиновый нос его морщится и издает смеющийся звук Хм, был, отвечает он как бы нехотя Что ж, нравится? Да, постройка нравится Снаружи театр хорош, не стану спорить Но насчет самих артистов, извини Может быть они хорошие люди, гении Дидероты Но с моей точки зрения, они для искусства убийцы и больше ничего Ежели бы моей власти, я бы их из Петербурга выслал Кто над ними у вас главный? Патехин? Эммм, Патехин Какой же он антрепренер? Ни фигуры, ни видонарожностей, ни голоса Антрепренер или директор, который настоящий Должен иметь вид, солидность, внушительность, чтобы вся трупа чувствовала Трупу надо держать в ежовых О как! Благородный отец протягивает вперед шатый кулак И издает губами звук всхрипывающий, как масло на сковороде Вот как! А ты думал как? Нашему брату-актеру, особливо которому молодому, нельзя давать волю Нужно, чтобы он понимал и чувствовал, какой он человек есть Ежели антрепренер начнет его выговорить, да по головке гладить Так он на антрепренера вейком сядет Покойный Савва Трифонович, может быть помнишь, бывало с тобой за панибрат Ты как сровний, а где касалось искусства, там он, кроме молния Бывало, или оштрафует, а срамит при всей публике Или так тебя вырагают, что потом три дня плюешь А нечто подтягивает, может так Ни силы у него, ни настоящего голоса, ни то что трагик или резонер А самый последний пискун свитый фортенбараса его не испужается Не что еще подой нам выпить, а? Стоит ли, морщится газетчик А ну, пожалуй, пить на ночь глядя не совсем того Но нашу, брат, скидка, грех не выпить Приятели выпивают Все-таки, если беспристрастно рассуждать, то трупа у нас приличная Говорит газетчик с закусывая красной капустой Трупа? Ммм, приличная, нечего сказать Э, брат, перевелись нынче в Россию хорошие актеры Ни одного ли осталось? Ну, так уж и ни одного Не то что во всей России, но даже у нас в Питере хорошие найдутся Например, Свободен Свободен? Говорит благородный отец, в ужасе отступая назад и всплескивая руками Да не ж ты, это актер Побойся ты, бога Не ж ты, этакие актеры бывают Это дилетант Но все-таки Что все-таки? Клиб моя власть, я бы твоего Свободена из Петербурга выслал Разве так можно играть, а? Разве можно? Холоден, сух, ни капли чувства Водобразен, без всякой экспрессии Пять, пойдем еще выпьем Не могу, душно Нет, брат, избавь, не могу больше пить Я угощаю Нашему брату скидка, мертвец и дот выпьет Люди по гривеннику платят, а мы по пятаку Дешевле гривов Приятели выпивают, причем газетчик мотает головой и крякает Так решительно, точно решил идти убереть за правду Играет не сердце, а умо, продолжает благородный отец Настоящий актер играет нервами и подшилками А это ты лупит тебе точно по грамматике или прописи А потому и однообразен Во всех ролях он одинаков Под какими ты соусами не подавай щуку, а на все щуха Так, наобрат Пусти ты его мелодраму или трагедию, так и увидишь, как он сояжется В комедии всякой сыграй Нет, ты мелодраму или трагедию сыграй Почему у вас мелодрам не ставят? Боятся Людей нет Ваш актер не умеет ни одеваться, ни крикнуть, ни позу принять Постой, мне все-таки странно Если свободен не талант, то кроме него у нас есть Сазонов, Долматов, Былпетипа Да в Москве есть и Киселевский, Гранов Соколов, Фревицы, Андреев Бурлак Послушай, я с тобой серьезно говорю, а ты шутки шутишь Обижается благородный отец Если, по-твоему, все это артисты, то я не знаю, как и говорить с тобой Разве это актеры? Самые настоящие посредственности Шарж, утрировка, нитья и больше ничего Я бы их всех, ежели бы моя власть к театру на пушечный выстрел не подпускал Так они мою душу воротят, что на дуэль готов их вызвать Помилуй, разве это актеры? Они умирать на сцене будут, а такую гримасу скочат, что в райке все животы порвут Намедли предлагали познакомиться с Варламовым Ни за что! Благородный отец, лоб да таращит глаза на газетчика Делает негодующий жест и говорит тоном презирающего трагика Как хочешь, а я еще выпью Ах, ну к чему? Уж довольно пил Да что ты ворщишься, ведь скидка Я сам не пью, да как не выпить, ежели... Приятели выпивают и минуту тупо глядят друг на друга, вспоминают тему разговора Конечно, у всякого свой взгляд, бормочет газетчик Но надо быть очень пристрастным и предубежденным, чтобы не согласиться, что, например, Горева Раздолий, перебивает благородный отец Кусок льда, талантливая рыба, цель ликманежный Талантишка есть, не спорю, но нет огня, силы Нет этого, понимаешь, перцу Что такое ее икра? Порция фисташкового мороженого Лимонадная водица Когда она играет, у хорошего, понимающего зрителя на усах и вороне избрать садится Да и вообще в России нет уж настоящих актрис Нет! Днем с огнем не найдешь Ежели и бывают таланточки, то скоро мельчайны погибают от нынешнего направления И актеров нет Например, взять хоть вашего Пицарева Что это такое? Благородный отец отступает шаг назад и изумленно тарачит глаза Что это такое? Разве это актер? Нет! Ты мне по совести скажи, разве это актер? Разве его можно пускать на сцену? Кричит, каким-то диким голосом стучит, руками без пути махает Ему не людей играть, а ихтиозавров и мамотов-то потопных Да! Благородный отец стучит кулакам по слову и кричит Да! Ну, ну, тише! Успокаивает его газетчик Неловко публика глядит Так нельзя, братец ты мой Это не игра, не искусство Это значит губить, ордецать искусство Поглядите на Савину Что это такое? Таланты, не боже мой Одна только напускная бойкость и игривость Которую нельзя допускать на серьезную сцену Глядишь на нее и просто, понимаешь ли ты, ужасаешься Где мы? Куда идем? К чему стремимся? Пропало искусство Приятели молча поняв друг друга Вероятно, бешапизмом подходит к буфету и выпивает Ты, ты уж очень строга Заикается газетчик Не могу иначе Я классен Гамлет играл и требую, чтобы святое искусство было искусством А, старик, в сравнении со мной они все Бальчишки Да Погубили русское искусство Например, московская Федотова или Ярмолова Юбилей исправляют А что они путного сделали для искусства? Что? Вкус у публики испортили только Или, положим, хваленое московской Ленской и Иванов-Козельский Какие у них таланты? Ха, напускное И как они понимают, ей-богу Ведь для того, чтобы играть, мало одного же желания А нужен еще и дар Искра Разве по последнюю выбить, а? Ты ведь только что пили Ну, все равно я угощаю Нашему брату скидка Не пробьешь много Приятели еще выпивают Они уже чувствуют, что сидеть гораздо удобнее, чем стоять и садяться за столик Или взять с остальных морочек, бормочет благородный отец А да, только несчастье, и срам род человеческому А дому еще и двадцати лет нет А он уж испорчен до мозга костей Человек молодой, здоровый, красивый А норовит играть какого-нибудь Свистюлькина или Пищалочкина, что полегче и Райко нравится А чтобы за классический роль браться, того и мечта нет В наше же, брат, время Гамлетов всякий актер играл Помню, в Смоленске покойник Сумлера Аська по болезни актера взялся герцога решение играть Мы серьезно на искусство глядели не так, что нанечки Роделец мы Бывало, в праздники утром короля Лиры канифолишь, а вечером кавероле раздракаливаешь Да так, что театр тричит от аплодисментов Нет, и теперь попадаются и хорошие актеры Например, в Москве у Корша Давыдов мое почтение Видал? Гигант? Колос? Впрочем, ничего, полезный актер А Jay, брат, время кирияна школы Ему бы хорошим антрепренером пустить в настоящую выучку Ох, какой бы актер вышел Теперь бессмертен И вроде все Даже кажется мне, что и таланта у него нет Так, раздули, преувеличили Чак, дай козела для рюкки очищенной Живо! Долго еще бормочет благородный отец Скидкой буфетной он пользуется до тех пор Пока малиновая краска не расплывается с его носа По всему лицу И пока у газетчика сам собой не закрывается левый глаз Лицо его по-прежнему строго И сковано с ордонической улыбкой Голос глух Как голос из могилы Глаза глядят неумолимо злобно Но вдруг лицо, шеи, даже кулаки благородного отца Озаряются блаженнейшей и нежнейшей, как кух улыбкой Таинственно подмигывая глазом Он нагибается к уху газетчика и шепчет А вот, ежели бы выкурить из вашей Александринки потехина Да всю мою отрупу фейц Да набрать бы новую тарупу Настоящую, не избалованную Да поискать бы в Рязанях Да казанях Этакого андопренера Чтобы, знаешь, в дешах держать умел Благородный отец захлебывается И продолжает, мечтательно глядя на газетчика Да Да поставить бы смерть у Галина и у Элизаря Да отжарить, какого не наесть Розанафемского, а телу или раздраконить, понимаешь ли ты Ограбленную почту Поглядел бы ты тогда, какие бы у меня сборы были Увидел бы ты, что значит настоящая игра и таланты Антон Павлович Чехов Критик Читал Джохангир Абдулаев 18 ноября 2022 год Субтитры создавал DimaTorzok